Любимый наш учитель, наш добренький учитель, мы любим очень вас, ваш ум уже у нас. Это как мой ум у вас, это что у нас уже? То есть я ваш ум или свой ум вложил в ваш, это до некоторой степени метанимия, да? Да, метанимия. Ну в смысле, вы столько вам рассказали, рассказывали, что уже... Я столько вам рассказал, что ваш ум уже, ух, наверняка, так, возможно, так, еще, еще. Давай на меня сатиру напишем. Я на тебя пока напишу что-нибудь. Что? На меня нельзя сатиру, но, кстати, спирантов в ям влезет плохо, правда? Да. Ну почему, если следующее слог после «Ов» будет ударен, то тогда влезет. Поповый? Ну я не я. Поповый, влезет? Скажите. Да, знаете, вот эфирантов в дал. Да, вот правильно, эфирантов, да, да, все равно получится я. Не, я не влезет. Можно не провиняли, я не... ...печаль, да, если... ...существителям повезло круто, но мозг им уже довезло. Ах, хе-хе-хе. Можно я этим уже нечусь пока, да? Ах, хе-хе-хе. Ну, бросайте в чобу глупо, разучиться решено. Ну, дальше у тебя правильный хорезин, да? Ну, бросайте в чобу глупо, разучиться решено. Абсолютно правильный хорезин. Тем более про меня. Эспирантов очень добренький, эспирантов очень умненький. Спасибо. Он лучший препод в мире, а мы пишем сатиры. Ну, если разозлится он, мы прячемся под партами и ждем, пока затихнет он, чтоб снова все записывает. Так, неужели вы действительно прячетесь под партами? Да, мы это умеем делать. Я понимаю, что вы видите, но никогда не видал такого. А вы пробудете влезли, так что вы сильно. Я могу слиться. Цель моя — ничто бы вы прятались под партами. Ничто бы, когда на вас разозлились, вы обиделись и засели под партами. Правда? Это неинтересно. Это точно нам страшно. Если уж совсем он злой, мы будем умолять его, чтоб только бы не злился он, а то оглохли мы уже. «А то» вы странно написали, да? Это два слова, правда? «А то» Пускай, Хармс. Пускай. Вы думаете, Хармс не писал Хареева Ямба? Писал запросто. Писал запросто. «А я что-то тут написала?» «Прекрасно». «Первое статистическое готово!» «Я не покажу...» «Кстати, у тебя, в отличие от прочего, получился ровный размер. Пусть он белый, там не трифм, но у тебя получился четкий размер. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Правда? «В рай попаду!» «Отлично!» «Ес!» «Хорошо!» «Награда за свои мучения!» «Вы мучение здесь, правда?» «Ес!» «Неужели не вызовут?» «Я подготовилась, Лукас. Я всегда не готова. О, поэзия! Ты как вчера, как влюбленность в учителя. Это стихи?» «Белые». «Предусловно. Пусть белые, пусть нет рифма у нас. Это скорее вернило. Правда?» «Да». «Почему ты готовишься к Логосу?» «А, ну, это как просто слово просто. То есть, к некоему слову. Ничего страшного, что тебя вызвали, когда ты не готова». «Это на будущее, да?» «Да». «Ничего страшного». «В этом школу я вхожу. Наукой занимаюсь. Как? В каникулы иду. Сама я удивляюсь». «Действительно, в каникулы и вдруг в школу. Правда?» «Так, у тебя получился почти хорей, да?» «Чего учусь, нарушенец?» «Так, хорошо. Аспирантов знает много стихов». «Красиво читает их очень. Не знаю, правда. Наверное, много у него мозгов. И считает он дни и ночи. Мозгов, конечно, много. Но я вас уверяю, что мозги и количество стихов не всегда связано. Правда, Вакс?» «Да, да. Можно знать очень много стихов. И, пардон, мозгов не имеется. Можно, наоборот. Не забывайте. Я вам читал, заметьте. Почти всегда самое ничем по бумажке. Хотя я, конечно, знаю эти стихи. Я очень не хотел ошибаться. «Сегодня два, завтра пять. Нормально». «Акспирантов, Пронина, как много преподов. Они же сами боги, нет? Ну-ка ваша. Ты обидчик их. Ты их обижала?» «Нет». «Ты обижала Александру Васильевичу?» «Я в смысле?» «Ты обижала меня? Нет. Ты обижала Елену Борисовну?» «Нет». «Нет, конечно. Так. Как?» «Я просто говорю, что вот, как бы, они боги, да? А то есть, нет разве? Ну, как же? Ты обижала. То есть, кто-то говорит, что нет. Вот». «Я откроюся к Богу. Мы люди». «Я понимаю, но это...» «Вы тоже люди». «А человеку дано стать почти Богом. Попробуйте, не боги. Не думайте про нас так. А то мы стали и ним и накажем вас за надлость». «Вольный дактовик». «Вольный дактовик. Ну, давай, вольный дактовик». «Урок очень быстро, конечно, несется. Конец. Занятия нельзя пропустить. До конца 15 минут остается. Пораньше просим нас отпустить. «Зачем?» «Зачем?» «Скорей». «Е, нет, не хорей». «Доник, смотри. Доник, смотри.» «Скорей. Чуть-чуть яма». «Есть, смотри. Вот здесь. Вот вот здесь». «Почти полный». «И вот сюда». «Не как раздельника?» «Это не доник». «Есть что?» «Он сметится на стихах, и доник, и не бывает. «А не думай, я не знаю. В каждой строчке четыре позорения. Сказал, что стихи читать он готов. Мы были рады увидеть его и слушать готовых целую ночь. Чего себе? Он добрый и чуткий учитель. Он наш всегда был поддержан и выслушает нас. Так, возможно, знаете, я не могу представить. Ладно, хорошо. Это кода. Ну, слушайте, ребята, я большую.